Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, вручили, дату, скол, вылезли. Узов принят, уезжаем. Днём примерно в три часа авария произошла на пересечении Тамерлановского шоссе и улицы Алпизбаева, бывшей улицы Богдана Хмельницкого. Здесь столкнулись автомашины Лада Приора и Део Леганза. Оба автомобиля двигались по Тамерлановскому шоссе. Леганза со стороны аэропорта, направляясь к центру города, а Приора ей навстречу. Авария произошла в тот момент, когда Лада поворачивала налево на улицу Алпизбаева перед мучавшейся Леганзой. В результате столкновения травмы получили водители обеих автомашин. Их врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас подробности этого ДТП и степень вины водителей выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. Примерно в 11 часов вечера 759-й экипаж дорожно-патрульной полиции, по подозрению в совершении незаконных действий остановил автомашину «Опель». В ней находились пятеро молодых людей, которые, по предположению полицейских, могли быть вооружены. Остановив автомобиль, полицейские попросили парней предъявить документы и показать, что находится в карманах. Но подчиняться требованию полицейских молодые люди отказались, ссылаясь на то, что правил не нарушали. Впрочем, полицейские быстро убедили молодых людей прислушаться к требованию блюстителей порядка. Согласно закону Республики Казахстан, вы должны подчиняться нашим требованиям. Если вы не согласны с нашими действиями, то можете их обжаловать, но обязаны выполнить все наши указания. Поэтому сейчас покажите, что у вас в карманах и что в салоне автомашины. Эти законы придумали не мы, их приняли депутаты. Сейчас по городу разъезжает много молодых людей с оружием электрошокерами, а мы должны следить за порядком. Все же в результате профилактической беседы молодым людям пришлось подчиниться требованиям полицейских. Как выяснилось, документы у молодых людей были в порядке. Не оказалось у них при себе и запрещенных предметов. Поэтому спустя 15 минут сотрудники полиции задержанных отпустили домой. Сотрудники областного департамента ПЧС продолжают проверять частные дома на предмет противопожарной безопасности. В этот раз в рейд вышли специалисты Туркестанского управления ПЧС. Вместе с ними в проверке приняли участие представители местного акимата и газовой службы Туркестана. В ходе рейда комиссия посетила как частные строения, так и многоэтажные дома. На сегодня в городе насчитывается 33 тысячи жилых домов. Два месяца назад мы проводили уже месячник противопожарной безопасности. Тогда провели профилактические работы с жителями 1730 домов. Сейчас мы хотим охватить еще часть жителей города, тех районов, где есть наибольшая вероятность несчастных случаев. Действовать настойчиво участников рейда призывает и статистика. В начале прошлого года в Туркестане были зарегистрированы 4 случая отравления угарным газом. В результате чего два человека погибли и двое были доставлены в больницу. Помимо этого, в отсутствие газа многие туркестанцы используют баллонный газ. Здесь об угрозах, которые таит пропан, предупреждают газовики. Имейте в виду, газ пропан всегда тяжелее воздуха. Он уходит под землю и там скапливается. Вы даже не заметите, как он воспламенится. Поэтому каждое утро проветривайте помещение, следите за вентиляцией. И вообще старайтесь соблюдать правила противопожарной безопасности. В этот раз с предупреждениями участники рейда обошли около сотни квартир и домов туркестанцев. Как убеждены специалисты ПЧС, такие рейды значительно сокращают вероятность пожаров и отравления угарным газом в отопительный период. Вечером примерно в половину седьмого сообщение о пожаре поступило на пульт 101 Сарагашского района. Вызывавшие сообщили, что в селе Курки-Лес загорелся частный дом. По тревоге на место вызова выехали две бригады сотрудников противопожарной службы. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что горела кровля частного дома. Общая площадь горения составила 36 квадратных метров. Пожар был локализован в 18.47, полностью ликвидирован в 19-15 минут. В результате пожара ожоги лица и рук получила 13-летняя девочка, дочь хозяев дома. Площадь ожогов составила 29%. Ребенка врачи доставили в районную больницу Сарагаша. Сейчас дознаватели управления ПЧС Сарагашского района выясняют причины возникновения огня.